Субтитры сделал DimaTorzok Получился мега скучным, особенно в период с 10 по 40 минуту, до появления персонажа Тодда Левина. Чтобы вы понимали, даже скримеры эту нудятину никак не разбавляют. Еще хотелось бы отдать должное не только Тодду, но и всем актерам фильма. Ведь режиссер решил максимально усложнить им работу и облегчить работу оператору. Ведь большая часть фильма была снята одним кадром. С первого взгляда может показаться, что картина снята в стиле репортажа. Но нет, это просто оператор ходил и снимал на свой старенький айфон с трясущимися руками. Быть может они хотели создать некий эффект присутствия, но этим фильм и не пахнет. Ведь бездарная работа оператора так и бросается в глаза. А если вы думаете, что у фильма маленький бюджет, то ничего подобного. Бюджет для такого фильма вполне себе приличный. Ну и под конец вступления надо бы сказать немного слов о розыгрыше. На мое удивление, всего три человека указали тайм-коды. Хотя я ожидал немного другого. Ну да ладно. В конце видео, уже после итога, вы увидите, как я выбираю победителя, отправляя ему деньги. А пока, давайте приступать к обзору. Вот такими громкими словами встречает нас фильм. Удивительно, ведь программа МК Ультра действительно проводилась в период с 50-х по 60-х годах в США. Эти психопаты брали на опыты людей, у которых были проблемы с нервами, постоянное чувство тревоги, пострадавая депрессия. И пытались вводить в них всякие психотропные вещества. Ну или вводили в кому через электрические разряды. Чтобы влиять на сознание, вербовать в дальнейшем агентов, вытягивать информацию из людей на допросах, стирать память и полностью менять личность человека. Но в итоге ЦРУ уничтожили все документы, из-за чего предъявить им обвинение законодательный орган США я так и не сумел. Ладно, давайте продолжать. С первых кадров нас знакомит с главным героем фильма. И это Энни Роланд, что сидит и пересматривает интервью своего лучшего друга, писателя Джеймса Хиша. А по заместительству ее бывшее любовное вожделение. Оказывается, аж 4 года назад он куда-то пропал. И теперь она горит желанием то ли отыскать его, то ли побольше узнать о препарате, что он принял. Ну, в общем, не важно, ведь создатели нам так и не объяснят. Следом, нас прикидывают на те же 4 года назад, в тот самый злополучный день. Где Джеймс откуда-то раздобыл наркотический препарат, разработанный ЦРУ, чтобы разузнать, чего там чувствуют люди, которым вводили это вещество. Этот парень пиздец какой тупой! И плевать, что это вещество вводили в подопытных, которые впоследствии умирали. Можно подумать, что он был не в курсе статистики летальности этого препарата. Но все-таки он писатель и где-то достал эту херню, а следовательно должен знать о последствиях. Далее парни слышат какую-то добрую мелодию, доносящуюся из первого этажа. Но их там ждет что-то, что и близко не походит на то, о чем они думают. Теперь нас переносят в полицейский участок, где не совсем дружелюбные стражи порядка допрашивают чувака, что и снимал Джеймса. А следом со слов Энни мы узнаем, что этот чувак, после того, как ему не смогли выдвинуть обвинение за отсутствие доказательств, пропал спустя 72 часа. Я тоже задался таким вопросом, когда впервые это услышал, да и в принципе сейчас не особо понимаю, что все-таки несет эта женщина. Ведь в дальнейшем мы узнаем, что Джеймс умер после приема этого препарата. Об этом зрителю сообщит коллега Энни. Энни приехала в дом Джеймса в надежде найти хоть какую-нибудь информацию, то ли про препарат, что он принял, то ли про место, где он его достал, то ли про секретную лабораторию, где-то наркотик разрабатывали. В общем, и это не важно. Услышав какой-то грохот на первом этаже, режиссер считает, что зрителю это неинтересно. Поэтому сразу же нас переносит в какой-то магазин, где работает оператор-любитель, который по той самой записи из начала фильма каким-то чудесным образом узнает в ней какую-то номерную станцию. Номерные станции, коротковолновые радиостанции неизвестной принадлежности. Обычно они передают компьютерные голоса. В общем, этот мужик льет много воды минут так семь. И в итоге Энни дает координаты, откуда можно записать какую-то трансляцию, на подробный рассказ о которой авторы благополучно положили болт. Ведь этот фрагмент добавит фильм только ради одного скримера. И после увиденного главный героиня тупо уедет. То есть, по факту, все эти семь минут фильма были добавлены только для растягивания хронометража. Так как на дальнейшее развитие сюжета это никак не повлияет. Ты знаешь, с кем Джеймс общался перед смертью? Недавно кто-то прислал ему странное письмо. Имени там не было. Была подпись «Друзья из Колорадо». Хм, «Друзья из Колорадо»? Это же книга, ты знаешь? Сразу после, ее коллега тащит ей книгу некого Томаса Блэкборна. Его главный героиня без особых проблем находит в каком-то задрипанном баре в пригороде Невады. Но перед этим, Энни опять же, хрен пойми откуда, раздобыла видеокассету, где она видит, как ставит эксперименты над людьми, которым вводят это наркотическое вещество. А следом, по счастливому стечению обстоятельств и безответственности оператора, Энни видит, что это вещество ученые добывали из мозга человека. С какой стати это вообще секретный эксперимент? Если обычный писатель может узнать об этом практически все. Если вы брали под основу реальную историю, так почему бы не усложнить жизнь главного героя? Ей все, черт побери, на блюдечке преподносят. В общем, после того, как Энни с Томасом потрещали в баре, где, судя по всему, оператор тоже прибухнул, Блэкберн приглашает главную героиню в гости, чтобы употребить этот самый наркотик. У меня созрел вопрос, в фильме вообще есть герои, у которых этого вещества нет? Уже дома надо знакомить с новой героиней по имени Сара, но вы к ней не привыкаете, потому что совсем скоро ее из фильма выпилят. Но тем не менее, она, оказывается, может создать это вещество в домашних условиях. Чего, блядь? Умница мне, буквально несколько минут назад мы узнали, что один из необходимых ингредиентов этого наркотика достают из мозга человека. Опять же, создателям на это вообще пофигу. Томас на пару с Энни пошли в кабинет, где и собираются вместе это выпить, но главная героиня решила немного жульничать, вылив эту жижу в мусорное ведро. Однако... Энни тут же принимается звонить своей коллеге, но Тони намерены ей отвечать, поэтому главная героиня хочет, чтобы ее поддержала Сара, но, к сожалению, она уже выпила наркотик, отчего ее начинает жестко штырить, после чего к ней присоединяется еще Энни на пару с Томасом. Но красноволосые они спасти не в состоянии, так как она уже двумя ногами на том свете. Томас получил мощную плюху от Энни, и теперь они вместе, сразу после скримера, едут к некой Келли, которая также хрен пойми, откуда знает формулы этого вещества. А уже на месте из уст Томаса вылетает следующее. После чего Энни, вооружившись фонарем и рацией, направляется в особняк Келли, которая оказывается пуст, за исключением какого-то секретного подвала, куда, на удивление, главная героиня попадает без особых проблем. В общем, она, прослушав запись на ноутбуке, с какого-то перепуга делает вывод, что мозг становится проводником, хотя мы это узнали несколько минут назад, ну да ладно. Следом, она вдруг открывает записи с камер наблюдения, где видит, что Келли была здесь 8 минут назад. И снова режиссер просто наплевал на то, что у Энни буквально 5 минут назад был громоздкий фонарик с собой, который с чего-то вдруг у нее в этом моменте пропал. А сделано это для саспенса, который ни хрена не ощущается, быть может потому, что лица актрисы не видно вообще, или может быть из-за полного отсутствия музыкального сопровождения, а хрен с ним. Пришло время скримера. Энни быстрее садится в машину. Эх, ты меня напугала! И они теперь вместе, справив нужду, едут в тот самый бункер, где проводились эксперименты над людьми. Блядь, этой женщине походу вообще похер на все эти странные явления, что она видит и слышит на протяжении всего фильма. Да любой бы человек уже давным и давно забросил эту идею с поисками, хрен пойми кого, то ли Джеймса, то ли его друга, тем более если учитывать тот факт, что прошел уже 4 года с пропажи их обоих. Герои уже прибыли на место, однако очень удачный свет падает на Энни, но да ладно. Взяв с собой канистру с бензином и ствол, они направляются в бункер, пройдясь по которому натыкаются на прибор, в котором они находят скример. Ах да, Томас чуть ранее рассказывал об этом приборе. Ты читал о Говарда Лавкрафта? Где-то в 1930-м он написал рассказ об ученом, который создал электронный прибор, гигантский вилочный камертон. Он испускал частотные волны M, стимулировал эпифис, находившихся поблизости людей. Теперь герой решает сжечь этот проводник, а канистру они почему-то оставили в середине коридора, на пути к которому оказываются какие-то мега тупые существа, которые без проблем дурят Энни и бежит за канистрой. А следом прибегает обратно и поджигает передатчик. И да, чуть ранее Томас выстрелил себе в голову, а эта дура даже не додумалась взять с его рук пистолет, чтобы был хоть какой-то шанс защитить себя от этих жутких существ, которых срисовали походу с игры Half-Life. Но еще один косяк, куда вот сейчас главная героиня льет бензин? Она е*** ты или как? То есть Энни через набор химических элементов недавно определила, кто придумал наркотик, а бензин она наливает в дырку, которая находится под наклоном. Это ж просто гениально! Далее выяснится, что один из этих монстров, что преследовал Энни, был Джеймс. Главная героиня оказалась в полицейском участке, куда и прибыла ее коллега, которая спустя 5 минут болтовни вдруг тоже превратилась в монстра. Фильм вышел очень нудным и затянутым, поэтому я мог что-то упустить, так как периодически отвлекался, но тем не менее я старался вслушиваться в каждую деталь и даже пересмотрел его трижды, но все равно не понял многих вещей, как, наверное, и сами создатели этого фильма. Я считаю, что сценаристы сами не знали, как развивать сюжет. У них была идея, мол, мозг становится проводником, и какие-то странные сущности попадают в наш мир через мозг человека. И только этот человек может видеть их и слышать. Я сделал такой вывод, потому что никто друга в начале фильма не видел мутанта. Окей. Вот только с помощью чего мозг становится проводником? С помощью наркотика? Окей, тогда почему мутанта видела Энни? Если сам Томас признался, что в виске он ничего не подливал. Хорошо, можно подумать, что он ее опять обманул. Тогда как попали в мозг коллеги Энни из финала картины? Она что, тоже приняла наркотик? Тогда почему это осталось где-то за кадром, и почему зритель должен додумывать сам сюжет? Взять, к примеру, прибор из финальных сцен. Нахрена он вообще нужен? Сценаристы сами же спотнули за свою идею. Если проводником становился мозг человека после принятия наркотика, то нахрена нужен самодельный прибор? Какой в нем смысл? И кто его вообще построил? Вот эти существа с когтями в полметра? Откуда они вообще тогда достали нужные детали для него? И кто они вообще такие? Демоны или мутанты? По-моему, даже сам сценарист не в курсе. Следующий вопрос. Почему фильм называется секретный эксперимент, если он ни разу не секретный? О нем знают писатели, журналисты, и следовательно, они должны рассказывать об этом эксперименте читателям, которые в свою очередь начали бы искать зацепки в надежде найти хоть что-то. Следующее. Какого черта так легко можно достать этот наркотик? Тем более бесплатно, если обращать внимание на слова Томаса, который сказал, что отправил препарат Джеймсу. Стоило второму просто написать. Далее. Как рецепт создания препарата попал к Келли? Если над созданием наркотика занимались типов строжайшей секретности. Окей, допустим, Келли работала в ЦРУ. Тогда с чего вдруг рецепт попал к Саре? И где, черт побери, она берет ингредиент, который находится в мозгу человека? Который даже ученые доставали с дикой осторожностью с помощью специальных приборов. Вот если бы создатели уделили внимание этим вопросам, а не пустым и бессмысленным фрагментам фильма, которому он просто переполнен, то, возможно, и намек на продолжение не был бы таким уж идиотским. Ну и последняя моя претензия к фильму – это просто убого прописанный персонаж Энни. Почему она такая удачливая? Почему монстры настигают всех, кроме нее? Потому что она главная героиня, и ее нельзя убивать? Вот она. Вот она главная проблема большинства дебильных фильмов. Ну почему создатели не могут понять, что нельзя делать героя таким имбовым? С самого начала было понятно, что с ней ничего не произойдет, да и то, что она в финале найдет ответ, который, к слову, максимально притянут из-за уши, но об этом я уже говорил. Я надеюсь на ваши интересные комментарии под этим видео, которые, возможно, ответят на все мои заданные вопросы. Дальше вы увидите обещанные итоги розыгрыша, а на сегодня у меня все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставьте лайки, если вам нравится, подписывайтесь на канал, конечно, и самое главное, смотрите только хорошее кино. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok